Тверская земля всегда славилась своими учеными. Ровно сто лет назад в областной столице изобретение мирового масштаба совершил Олег Лосев. Он первым доказал, что полупроводниковый кристалл может усиливать и генерировать высокочастотные радиосигналы. Он также открыл электролюминесценцию полупроводников, то есть испускание ими света при протекании электрического тока. В наше время в регионе живет и труется немало молодых ученых, которые также совершают свои открытия. С представителями научной сферы встретилась Наталья Чекет. Сейчас Никита Востров оканчивает аспирантуру в Тверском государственном университете. Но за плечами молодого человека уже немало научных достижений. В 2013 году Никита совместно со своей коллегой создал научно-технический клуб «Физика. Начало пути». Здесь проводятся занятия по 3D-моделированию, а также школьники и студенты занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой. Как рассказывает молодой человек, его научная деятельность связана с развитием современного направления — 4D-печати. Это работа на 3D-принтерах с материалами, которые способны изменять свои свойства с течением времени. Условно мы напечатали какой-то объект, изделие. Оно имеет условно габаритный контейнер XYZ. Если мы поместим этот габаритный контейнер, например, в минус 20 градусов условно или, наоборот, в плюс 20, в холоде, как правило, объекты могут сжиматься при определенных материалах, то здесь, соответственно, это сжимание можно нивелировать за счет того материала, который мы напечатали. Кроме того, Никита занимается разработкой пьезоэлектрического материала для изготовления тонких пленок в датчиках и различных сенсорах. Данный вид материала способен под внешним воздействием генерировать электрический заряд. Сегодня пьезоэлектрические материалы все чаще используются в различных композитных материалах, в очень миниатюрных маленьких датчиках. Традиционные способы получения тонких пленок не всегда позволяют нам добиться тех размеров, которые нам нужны, или той геометрии, которая нам необходима, а здесь, разработав сначала пьезоэлектрическую нить экструдированную, и потом, работая как раз на таких принтерах, мы можем фактически уже на готовом сенсоре или датчике напечатать прямо на нем необходимый рельеф. А за плечами Антонины Степачевой уже 10 лет преподавательского опыта в Тверском государственном техническом университете на кафедре биотехнологии, химии и стандартизации. Большое количество научных исследований Антонины посвящены переработке отходов и производству биотоплива. Масличная биомасса, это растительные масла, это какие-то отработанные жиры фритюрные. Вот этих вот отходов накапливается такое большое количество, да, это настолько большой потенциал выделения полезных веществ, например, это сеновы, это могут быть ароматические вещества, которые используются в производстве пластиков. Многие страны уже переходят на биотопливо, так как этот продукт безвреден для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продукта. Мои научные проекты сосредоточены именно на ожижение биомассы, то есть перевод отходов в жидкие топливо, в жидкие какие-то компоненты, температурное разложение, да, опять же, с получением газов и жидкостей. А в планах у молодых ученых и дальше двигаться по научной линии, продолжив изучать выбранное направление.